И я сейчас даю слово представителям Федерации России. В рамках презентации восьмого доклада генситаря об ИГИЛ, а также обмена национальными практиками на встрече по формуле Ария под председателем Франции, Совет принял верное решение перейти к практическим действиям. Мы подтверждаем свою поддержку принятой сегодня резолюции и призываем все государства ответственно подойти к ее выполнению. Реализовать эту непростую задачу будет возможно только при активной поддержке и координации со стороны ООН, использовании уникального экспертного потенциала и действенных механизмов ФАТФ, а также подключение негосударственных структур к борьбе с финансированием терроризма. В этой связи мы выражаем благодарность Владимиру Воронкову, маршалу Биллинсле и госпоже Буку за содержательный вклад в дискуссию. Примеры ИГИЛ и Аль-Каиды отчетливо демонстрируют, что интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня их финансирования. Достаточно материальная база позволяет террористам подготавливать и совершать атаки, вербовать новых рекрутов, оказывать активное противодействие правоохранительным органам. Для своевременного выявления каналов финансирования террористов необходимо проводить тщательную оценку рисков. С нашей подачи тема выявления новых схем поддержки ИГИЛ стала приоритетной в деятельности ФАТФ. В июне 2016 года Россия инициировала проведение регулярно обновляемого исследования финансовых потоков, связанных с ИГИЛ. В соответствии с новой резолюцией Совета Безопасности, которую мы приняли, призываем государство активно подключиться к этим усилиям ФАТФ, популяризировать результаты исследований и делать из них практические выводы. Господин председатель, по мере ликвидации разветвленной сети террористического синдиката на Ближнем Востоке скрываются факты разноплановой подпитки сирийских и иракских террористов, в том числе со стороны государства. Арсенал неприглядного поведения весьма широк. От поставок так называемой нелетальной помощи до сокрытия сотрудничества своих компаний с боевиками. В конечном счете государства, применяющие двойные стандарты и политизирующие антитеррористическую повестку дня, сами рискуют стать мишенью террористов. Об этом надо думать заранее. Сейчас в ООН стало, если хотите модно, говорить о превенции терроризма и насильственного экстремизма. Некоторые даже наивно полагают, что для предотвращения терактов достаточно продвигать инструменты мягкой силы. Однако перевоспитать, реабилитировать и реинтегрировать можно далеко не каждого преступника. И уж тем более недопустимо противоставлять такую работу уголовному правосудию. Любой, кто причастен к террористической деятельности, в том числе к ее финансированию, должен привлекаться к ответственности. Совет безопасности квалифицировал любые сделки с террористами как серьезное преступление, независимо от того, пойдут ли деньги и прочие материальные ресурсы на организацию конкретных терактов или на личные нужды радикалов. Попытки игнорировать обязательства в этой сфере являются нарушением резолюта Совета безопасности 1373, 2178, 2199, 2253, 2368, только что принятого решения Совета безопасности, а также стандартов ФАТФ. Господин председатель, мы выражаем признательность французской стороне, а также конструктивно настроенным членам Совета за поддержку российского предложения включить в охват резолюции вопрос о борьбе с оружейной подпиткой террористов. Сегодня Совет безопасности значительно укрепил свой инструментарий в этой сфере. Подчеркиваем, что незаконный оборот легкого и стрелкового оружия – это серьезное преступление, за которое можно судить, нужно судить по всей строгости закона. Требования криминализовать полный спектр соответствующих деяний содержатся в пункте 27 резолюции. Призываем контртеррористический комитет Совета безопасности обратить на него пристальное внимание и незамедлительно приступить к оценке соответствия государства. То же самое относится и к разнообразным мерам противодействия незаконному обороту ЛСО в рамках мадридских принципов по борьбе с иностранными террористами и боевиками. Разумеется, некоторым странам потребуется помощь в реализации новых мер борьбы с финансированием террористов и пресечении их доступа к оружию. Мы готовы оказывать разно-планную поддержку усилием управления ООН по контртерроризму на этих приоритетных направлениях, участвовать техническом содействии партнерам по лени региональных площадок и на двусторонней основе. Благодарю вас. Благодарю вас.